Ребятки, всех рад видеть на своем канале Android Hacker, кто еще не подписан, залетайте на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео и пишите комментарии, что вы думаете по этой тематике. После удаления этого приложения заряда батареи будет намного больше. И как увеличить время работы нашего гаджета. Сегодня расскажу вам про одно приложение, оно действительно пожиратель батареи на нашем гаджете, на нашем смартфоне. Есть очень много приложений, которые стоят системные, и мы их никак не можем удалить. Мы можем только ограничить им доступ, это приложение мы не удалим, а просто ограничим доступ. Его конечно можно удалить через некоторые программы или через компьютер, но мы это не будем делать, мы только его ограничим. А вдруг вы захотите его назад подключить, когда удалите, да, к примеру, и не сможете это сделать. Этим приложением мы не пользуемся, в конце видео я расскажу, в каких только случаях мы не пользуемся, так что погнали. Как же называется приложение и как его найти? Все, что необходимо, это зайти в настроечки телефона, дальше найти такой пунктик, который будет называться приложение и уведомление. После найти, где у вас все приложения на Android может отличаться друг от дружки. И здесь в правом углу, где три точки, показать системное приложение. После нажатия вы сможете телефону дать возможность, чтобы он нашел абсолютно все, потому что кто-то сейчас будет писать в комментариях, что мы не нашли, у нас такого нет. Как ты показываешь, друзья, есть они, это приложение есть на всех гаджетах. Проверил я на трех телефонах, Samsung, на моем OnePlus и на Xiaomi. И там везде они были, так что не пишите такое, потому что это приложение установлено абсолютно на всех гаджетах и марках телефонов. Дальше у нас тут будет поисковичок такой, мы заходим сюда и пишем три английские буквы, ANT. Полностью приложение называется вот так, ANT Whole Service. За что оно отвечает, я сейчас немножечко вам дальше расскажу. Значит, приложение, смотрите, это тот же аналог Bluetooth. Этим аналогом, значит, мало кто пользуется и мало где поддерживается. Это была настройка, то есть приложение разработано еще в далеком 2011 году. И должно было заменить Bluetooth на некоторых там системах, Windows, Android, других марок. Ну, что-то пошло не так, а все равно в Android оно зашивается. И используется этот ANT Whole Service на некоторых, например, Bluetooth этих часах. Но также, если у вас Bluetooth не поддерживается, ANT Whole Service может заменить тот же самый Bluetooth. Ну, абсолютно сейчас на всех практически часах установлен Bluetooth, и мы только пользуемся этим сервисом. А это приложение как бы остается. И оно работает, как всегда, в фоне, тратит очень большой заряд батареи на самом деле. Его отключить мы сможем полностью, не полностью, а ограничить, значит, Play Market. Идем в Play Market. Далее, смотрите, у нас есть вот здесь три полосочки. Нажимаем эти три полосочки. Дальше нам нужно будет нажать справка отцев. Вот сюда. Нас перебросит главные настройки. Далее, как удалить и отключить приложение на Android устройстве. Вот этот пунктик у нас. Нажимаем сюда. И дальше у нас будет следующий пункт, как удалить приложение и установить установленное вами. Дальше у нас такой пунктик синим. Нажмите, чтобы перейти в настройки приложения. Заходим сюда. Опять-таки, нас перебрасывает показать системные настройки. И мы уже здесь, опять-таки, нажимаем ANT Service. Если у вас не нашло в основных настройках, то через Play Market вы сможете полностью это все найти. Значит, заходим сюда. Есть два, видите, способа. Через Play Market и через настройки. Попробуйте там. Кто не находит, попробуйте там. Но через Play Market у нас больше просто открываются возможности. Смотрите, что мы можем сделать. У вас там может быть ограничения какие-то. Ну, на всех гаджетах немножко по-разному. Это приложение занимает практически 20% заряда батареи на гаджете, работая просто-напросто в фоне. Будьте внимательны и отключайте. Я всем советую. Первое, нужно уведомление. Чтобы уведомление разрешить оповещение. Видите, отключаем, показывает значок уведомления. Тоже мы отключаем это все. Уведомление вот здесь, видите, у меня даже не отключается. Ну, вот эти все я смог отключить. Вы тоже напишите, смогли ли вы. Дальше, смотрите, время использования. Открыть настройки. То есть, видите, доступ к данным это немножко не то. Дальше, значит, открывать по умолчанию. Здесь у нас, видите, все закрыто. Дальше, что мы можем. Мобильный интернет и Wi-Fi. Смотрите, у нас везде все включено. Ого, у нас сколько здесь все, друзья, включено. Активный режим 2.51, фоновый режим 209, килобайт всего 2.72. У вас может немножко быть дольше. Уведомление мы уже отключали, не отключилось. Хранилище и кеш. Мы чистим кеш и чистим хранилище. Окей. И пробуем остановить. Принудительное закрывание приложения может отразиться на гнев функциональности. Видите, я его полностью смог остановить. Вы напишите же в комментариях, смогли ли вы его остановить. Не бойтесь отключать. Это тот же самый аналог, как я уже сказал, Bluetooth. И не на всех гаджетах он поддерживается и тем более работает. Потому что все мы пользуемся Bluetooth. Вот такое вот приложение. Действительно, очень ждет много энергии на нашем телефоне. И я думаю, все будут после отключения, увидите, что у вас действительно батарейка будет работать дольше. С вами, как всегда, был Андрохакер. Если видео понравилось, поставьте ему лайк. Если нет, вы знаете, что он дизлайк. И напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Знали ли вы о этом приложении. Вот именно будет интересно. А той аудитории, которая новенько зашла на это видео. Знали ли вы о этой настройке. И пишите также в комментарии, какие именно знаете еще вы секреты. Андроид может именно по ваших советах. Я сниму следующий ролик. Всем пока. До скорого. Пока-пока.